Демография Принят указом президента Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2018 года. Проект и направление демографии представляет очень важное и самое первое направление среди всех 12. И в этом проекте очень большое место занимает как раз развитие и направление активного долголетия. Центр активного долголетия в Ленинском районе открылся в прошлом году и функционирует на базе детской школы искусств номер 12. После занятий сюда приходят школьники, все остальное время помещение во власти пенсионеров. Идут сюда они, чтобы заниматься йогой, фитнесом, прикладным искусством. Параллельно изучают английский, учатся основам финансовой грамотности, играют шашки и нарды. Валентина Анатольевна примкнула кругу активного долголетия не так давно. С ее слов, центр заряжает ее новой энергией. Не все еще играют, но удовольствие получают все. А это самое главное. И если в нашем лице бабушки получают заряд бодрости, энергии, даже в какой-то степени азарт, потому что это игра азартная, все это мы приносим в семью, к своим внукам. С 1 января серебряные жители Ленинского района ко всему прочему будут посещать один из городских бассейнов. Накануне центр Ленинского района посетил губернатор. После диалога с участниками движения долголетия Сергей Морозов здесь же встретился с представителями Серебряного правительства, чтобы подписать стандарт по благополучию старшего поколения. Документ включает пять основных принципов. Начинает с создания комфортной среды проживания до самореализации каждого представителя старшего возраста. Для нас очень важно создать атмосферу семьи, атмосферу любви, атмосферу уважения. Именно это является главной целью нашего большого проекта, связанного с Серебряным правительством, с Центрами активного долговетия. Или вот как мы сейчас говорим, со стандартом благополучия людей старшего поколения. Один из пунктов плана стандарта – реализация деятельности первого в истории страны Серебряного университета, который поможет в обучении пожилых людей. Институт для пенсионеров уже создан на базе пансионатов Языково. 1 декабря туда отправятся учиться первые студенты. Ими стали руководители районных центров долголетия. Суденческие билеты в виде направления на обучение они получили на встрече главы области с представителями Серебряного правительства и регионального здравоохранения. Количество слушателей в Серебряном университете, а мы говорим с вами про Языково, мы понимаем всегда, о чем говорим, составит там не менее 60 человек в месяц и есть возможность увеличения до 90. Мы считаем, что настало время координации обучения членов вот этого движения активного долголетия и, в общем, сведет его приведение в отдельную систему. Продление активного долголетия в регионе ведется также за счет комплексной системы медицинской профилактики. Эту нагрузку берут на себя центры здоровья, которые существуют на базе поликлиник. В Ульяновске их 5. В целом по стране таких центров создано больше 350. Их задача не вылечить конкретные неинфекционные заболевания, а предотвратить их появление. В чем плюсы центра здоровья? Не надо предварительно никакой записи. Вы приходите, с 8 часов мы работаем, и достаточно только паспорт и полис иметь с собой. Здесь квалифицированные сотрудники окажут вам комплексную услугу. Что это такое? Это антропометрические данные, измерение артериального давления, определение функции дыхания, также определение экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови. Каждый городской или районный центр здоровья Ульяновской области при поликлиниках ежегодно обслуживает до 200 тысяч человек. Планируется, что в ближайшие три года в регионе появятся передвижные центры. Специальные автомобили со своим медицинским оборудованием внутри. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.